Всем привет! Мы на канале Полина Твин. И сегодня у меня будет страшный челлендж, или челлендж моей фобии вместе с папой. Вместе с папой! И прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал Полина Твин и нажать на колокольчик. Мама приготовила нам бумажки с фобиями. Сейчас давай положим на камин и будем по одной выставать, да? Да. Помешаем. Ну что, разыграем? Кто первый? Да. Су-е-фа-су... А сколько раз ты скажешь су-е-фа? Четыре. Су-е-фа-су-е-фа. И кто первый? А ты сказал два раза всего. Су-е-фа, су-е-фа. Кто выбрал, тот не первый. То есть я, да? То есть ты первая. Хорошо. Давай, бери бумажки и раскладывай на фа. Ту-ру-ру-ру-ру. Вам видно, нам нет. И что же это? Мир-мерко-фобия. Какая-то мир-мерко-фобия? Даже не прочитать. Мир-мерко-фобия. Фобия это бояльный, о, это заединительное, гласное, короче. Получается мир и мир. Мир, 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 мир. Мимика. Похоже на мимику. Мимика. Боятся мимики? Которые вот эти вот в Париже. Нет? Ну давай вам подсказку. Эту фобию можно получить в лесу. В лесу? В лесу? Да, вторая подсказка. Это боязнь некоторых живых организмов. Ну, все полные, комары. Ну, не угадали, знаешь, не угадали. Еще подсказка. Последняя подсказка. Это боязнь очень маленьких живых организмов, которые есть в лесу. Комары. Нет? Не правильно? Это боязнь муравьев. Муравьев? А еще мы завтра с тобой поедем, знаешь, куда? Муравьев! Это было сложное задание. Посмотрим, как ты, Пап, справишься. Мне кажется, ты тоже не справишься. Плит, сколько ты баллов заработала? Ноль. Супер. Какую ты мне порекомендуешь взять? У тебя, говорят, хорошо получается. Итак. Это боязнь мятых вещей. Понять что-то. В воде плавает такая рыба, сом называется. Да боязнь рыбы семейства самого. Они усами живы, да? Я их боюсь. Боязнь усатых. Всех усатых. На дороге такие по воде есть усатые мужчины, они неадекватно себя видят. Нужна подсказка. Подсказка номер один. Эту фобию можно получить еще в детстве, когда боишься и темноты. А-а-а. Темноты боишься. То есть темноты и тишины. Тогда ты посмотришь. Боязнь резких звуков. Давай еще подсказку. Фильм про Фредди Крюгера способствует зарабатыванию этой фобии. Боязнь Фредди Крюгера. Боязнь скрипящей качели. Нет? Боязнь устрашных печен. Третья подсказка. Это связано с физиологической потребностью организма. Боязнь писаться. А, как это? Последняя попытка у тебя есть. Давай. Связывайте темнота, Фредди Крюгер и физиологическая потребность организма. Тепла. Это боязнь сна. Сна? О, ничего себе. Дети боятся засыпать в темноте. Фредди Крюгер приходил, когда все засыпали. И сон это физиологическая потребность организма. Ноль-ноль. Отлично сейчас. Пап, ты не хочешь спать? Спичечки принеси. Полина Дмитриевна, пожалуйста, выбирайте. И что там? Что там? Пеладофобия. Педали. На педали похоже. Боятся педали. Напишу подсказку. Я так никогда не могу сказать. Подсказка номер один. Это боязнь определенных людей. С определенными чертами внешности. Ого. Людей без чего-либо, без какого-либо части тела. Первое. Пел. Это как бы петь. Пел, пела. Пел. Потом ад. Это адская песня. Подсказка номер два. Фантомас. Фантомас был в черной маске такой все время. Он менял лицо. Одно, второе. Все время было в маске. То есть боятся людей, которые... С нею, не знаю, еще не жрецит? Это связано с головой человека. Боятся высоких людей? Да! Ну, значит, я тебе и говорю. Подожди, по-моему, я руки вытрую, что-то грязные мне. Клесы! Аурафобия. Аура. Ну, это легко. Это боязнь людей, у которых есть негативная аура. Аура. Подсказка номер один. Враньше была такая казнь, после которой наверняка все выжившие приобретали эту фобию. Казнь. Вообще казнь, вообще казнь, это то, после чего не выживают. Ну, так, если что. Как возле нее можно выживать? Например, гильотина. Голова покатилась, но ты как всегда... Всегда были недобросовестные рабочие. Ну, вообще не дорабатывали, да? Это боязнь электричества. Подсказка номер два. Это связано с металлом. Ну, в общем, мечом, полголове, топором. Боязнь острых предметов. Это боязнь раскаленного горячего металла. Большинство девушек не имеют аэрофобии. Боязнь драгоценных металлов. Ну, какой драгоценный металл-то есть? Золото. Боязнь золота! Один один. Полиночка, я хотела тебе давно свою цепочку золотую подарить. Ну, ладно, себе оставлю. Хрематофобия. Давайте четко. Хре-ма-тофобия. Не хрен-на-тофобия, хре-ма-тофобия. Дай первый подказ в коробочке. С такой фобией очень сложно ходить по магазинам. Боязнь фотошопа. Шоппинг. Боязнь денег. Правильно! Оля отказалась одной подкасткой, зарабатывает три балла! Итого 4-1. Это болезнь прикосновения к деньгам. В основном связана с тем, что на деньгах очень много скапливается бактерий. Папа Полина, съездьте, пожалуйста, в магазин за хлебушком. Ну, это не про меня. Я даже просядть не могу. Коу-рофобия. Коу-рофобия. Какая это? Это ужасно. Коу-рофобия. Без подсказок, да? Начинаем. Можно сразу с первой подсказки. Это безвариантность вообще. Это боясь определенной профессии человека. Коу-рофобия. Клоуна. Ну да, вот флоуна. Боясь клоуна. Молодец! Клоуна всегда ждут каких-то неожиданностей. А многие боятся просто его грима страшного. Полиночка, а чей мяч? Ай-хомофобия. Ай-ай-ай-ай. Такую фобию можно заработать из-за травмы в прошлом. Боязнь травм. Есть услуги. Это боязнь определенных предметов. Боязнь острых круглов. Боязнь падать. Боязнь ломать. Первое было ближе всего. Боязнь острых круглов. Боязнь острых предметов. Молодец! Ай-хомофобия. Это боязнь ножей, игл, острых карандашей, даже острого зонтика. Полиночка, хочешь прессовать карандашами? Острыми! Та-дам! Ом-бро-фобия. Ом-бро-фобия. Ом-бро-у. Какая-то ом-бро-у. Ну это легкарь, не вообще. Это боязнь химического элемента бром. На самом деле подсказка номер один. Это действительно связано с металлами, которые содержатся в воде. Фер, железо содержатся в воде. Боязнь железа. Подсказка номер два. Бояться только на улице. Боязнь. Металлов в воде. Бояться металлов, содержащихся в воде. Боязнь. Дождя. Попасть под дождь. Ну круче дождя. Бояться попасть под дождь. А как это связано с металлами? А потому что считается, что кислотность повышена, металлы вредные в воде, которые в небе конденсируются. Акрофобия. Акрофобия. Бояться участка земли. Знаю первую подсказку. Это фобия связана с пространством. Бояться замкнутого пространства? Нет. Подсказка номер два. Основные симптомы этой фобии. Тошнота и головокружение. Ай, боязнь высоты. Правда. Попа, сними меня. Ничего себе, как туда забралась? Фармакофобия. Это боязнь лекарства, медицины, врачей. Все, что связано с медициной. Боязнь лекарства, врачи, медицины. Это боязнь принимать лекарства. Пап, мам, ты сказала, что они любят. Пожалуйста, пусть мамочка сама их любит. Надеемся, вам понравился наш челлендж. И напишите в комментариях, чего боялись. Вы как бы победили свой страх. Ой, слушай, там за спиной. Субтитры сделал DimaTorzok